Здравствуйте в студии Маргарита Кальц. Почти 300 жизней ни в чем не повинных людей. Пассажиры Боинга 777 по всей вероятности все же сбитого в Донбассе не имели совершенно никакого отношения к украинскому конфликту. О реакции на страшную трагедию сразу после обзора новостей. Германия и США требуют немедленного двустороннего прекращения огня на востоке Украины. Это необходимо для беспрепятственного расследования причин крушения пассажирского самолета. Однако по данным украинских СМИ в Луганске и вблизи Донецка продолжаются боевые действия. Только в Луганске сегодня погибли более 20 мирных жителей, сообщает Луганский горсовет. Совет безопасности ООН проведет 18 июля экстренное заседание в связи с крушением самолета Боинг 777 малайзийских авиалиний. Генеральный секретарь ООН Панги Мун выразил соболезнование близким погибших и призвал к проведению независимого расследования катастрофы. Жертвами израильской наземной операции стали по меньшей мере 20 мирных жителей, а также израильский солдат. В ночь на 18 июля пехота, инженерные и бронетанковые войска вошли на территорию сектора газа. Согласно заявлению правительства Израиля, главная цель операции – уничтожить инфраструктуру движения Хамас, туннели, которые прорыли радикальные исламисты под границами с Израилем, а также мастерские по производству ракет. Генсек ООН Панги Мун и администрация США призвали Израиль больше заботиться о защите гражданского населения в Газе. Европейский инвестиционный банк прекращает финансировать проекты в России. Это следствие санкций, введенных Евросоюзом 17 июля. Речь идет о сумме в 600 миллионов евро только в этом году. Россия не получит кредитов, в частности, на проекты в рамках таких программ ЕС, как Партнерство по модернизации и Северное измерение. В Нидерландах объявлен траур. Более половины из 298 пассажиров самолета, судя по всему, сбитого вчера вечером в небе над Донбассом, были граждане Нидерландов. Многие из них летели в отпуск. Подробности трагического инцидента в нашем сюжете. Самолет малазийских авиалиний рухнул возле города Шахтерск Донецкой области, недалеко от российской границы. Части фюзеляжа, пассажирские кресла, останки людей разбросало на десятки километров вокруг. Никто из 298 пассажиров и членов экипажа не выжил в этой катастрофе. Боинг-777 летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Около половины пассажиров были подданными Нидерландов. Порядка ста человек направлялись в Австралию на международную конференцию по СПИДу. По сообщениям СМИ, среди пассажиров было 80 детей. Они летели с родителями на отдых. Обломки лайнера упали на территорию подконтрольную сепаратиста. Вот это, пожалуй, все основные детали крушения лайнера, которые известны. Дальше начинается полная неразбериха, масса гипотез, предположения, инсинуации, взаимных обвинений. В Киеве утверждают, что самолёт был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук», который был на вооружении непризнанной Донецкой Народной Республики. Накануне Служба безопасности Украины опубликовала телефонную запись. Это якобы переговоры между сепаратистами, находившимися возле места крушения, и сотрудникам российской разведки. Сепаратисты сообщают о сбитом самолёте. Позже, к своему ужасу, они выясняют, что это пассажирский лайнер. Власти Украины в крушении самолёта обвиняют сепаратистов. Мы обращаемся ко всем уважаемым странам принять участие в этом расследовании и помочь правительству Украины призвать к ответственности всех этих ублюдков, которые совершили это международное преступление. Москва, в свою очередь, частичную ответственность за случившееся возлагает на Киев. Новость о катастрофе на востоке Украины вызвала в мире широчайший общественный резонанс. События ещё раз показали, что нужно политическое урегулирование. Речь также идёт об ответственности России за то, что сейчас происходит на Украине. Поэтому, со своей стороны, ещё раз напоминаю, что президент России и российское правительство должны помочь решить конфликт политическим путём. Так или иначе, сейчас самое главное, чтобы международные эксперты начали работу в районе крушения лайнера. Сепаратисты уже заявили о готовности их туда пропустить, а также вести временное перемирие от двух до четырёх дней. Канцлер ФРГ Меркель в пятницу предостерегла от преждевременных выводов и призвала дождаться результатов работы независимых экспертов. Правда, остаётся неясная судьба чёрных ящиков сбитого Боинга. Одни сепаратисты утверждают, что самописцы найдены и находятся у них, другие эту информацию отрицают. Повлияет ли вчерашняя трагедия на украинские конфликты? Что по этому поводу думают в самой Украине? Об этом узнаем у специального корреспондента Deutsche Welle Романа Гончаренко. Сейчас он в Киеве и находится на связи со студией по скайпу. Роман, в Европе высказывают мнение, что гибель ни в чём не повинных людей может стать поворотным моментом в украинском конфликте. Что по этому поводу говорят в самой Украине? Говорят точно такими же словами. Поворотный момент, имеется в виду поворотный момент в сторону усиления давления на Россию прежде всего. Это звучит чаще, чем остальные требования. То есть украинцы надеются, что после этой трагедии Запад наконец-то ведёт более жёсткие санкции против России, которую здесь все обвиняют в этой трагедии, хотя причины пока официально не установлены. Официальная позиция Киева более-менее ясна. Как гибель почти 300 человек, не имеющих никакого отношения к конфликту на Украине, воспринимается в украинском обществе? Это сильно всколыхнуло украинское общество, которое, казалось бы, привыкло уже к трагическим событиям за последние полгода. Многие шокированы таким количеством погибших. Такого на Украине ещё не было за более чем 20 лет её истории. Также многих шокировало то, что погибло очень много детей. А здесь, в Киеве, ещё люди идут с цветами к посольству Нидерландов и выражают свои соболезнования. То есть настроение в Киеве сейчас очень подавленное. Спасибо, Роман. У нас на связи был специальный корреспондент Deutsche Welle в Киеве Роман Гончаренко. Гибель пассажиров рейса Амстердам-Куала-Лумпур глубоко потрясла весь мир. Вот что о катастрофе писали немецкие СМИ. Журналист газеты «Вестфаленблад» Андреас Шнатвинкель в своём комментарии «Время заставить оружие молчать» пишет. Несчастный случай или теракт, технический сбой или атака – неважно, что в конце концов привело к крушению пассажирского самолёта. Со вчерашнего дня после гибели 298 человек конфликт на Украине из регионального перерос в глобальный. Владимир Путин и Пётр Порошенко должны наконец заставить оружие молчать. «Этот залп меняет всё» – так назвал свой комментарий Карстен Лютер в газете «Цайт». По его мнению, все обстоятельства указывают на то, что самолёт был всё-таки сбит пророссийскими сепаратистами. «Даже если произошло это по ошибке», пишет автор, «это лишь окончательное доказательство того, что бои на востоке Украины ведут неугнетённые русскоговорящие жители Донбасса, в чьи руки случайно попало оружие. Именно так это обычно любит представлять Кремль», – констатирует журналист. «Ракеты, которые пошли в ход сейчас, не может запустить обычный ополченец. Чтобы обслужить такую технику, нужны специальные знания, и этому никто не учится за день», – заключает автор. Конечно, доказать, что сепаратисты пользуются поддержкой российских военных и спецслужб довольно сложно, но это первое, что приходит в голову в такой ситуации. Продолжает мысль руководитель русской редакции Deutsche Welle Инго Мантофель. В своём комментарии «Трагический рубеж в конфликте на востоке Украины» он пишет, «Становится всё более очевидным, что конфликт в Донбассе вовсе не является внутренним украинским конфликтом, а представляет собой войну между Украиной и поддерживаемыми Россией силами». Таково мнение немецких обозревателей и журналистов. За развитием событий следите на сайте Deutsche Welle в интернете, а также на наших страничках в Ютьюбе, Фейсбуке и Твиттере. У меня всё на сегодня, и оставайтесь с нами.